Ну и начальника штаба спрашивают, где караул у вас? Да там, товарищ генерал, вынесли на зачасти. Ну ладно, товарищ подполковник, вы мне не нужны. Но генерал старенький, делать нечего, в 4 утра проснулся. И к радучесть подошел, что с нарушением караульной службы, блядь. Грибку подокрался, молит солдат, блядь, спит на посту. Он, блядь, к нему близко подходит, солдат вообще спит на. Он у него автомат выхватывает. Сынок, тут раз, ёпта, увидел генерал, перенесли, вытянулся. Ты что ж, сука, на посту спишь, блядь, а? Я ж тебе, блядь, под суд отдам, блядь. Вниз. Да ты еще и насрал на посту, блядь. Патрон, патроники, жри, товарищ солдат. Да, генерал, да говно, жри, блядь, и застрелю, блядь. Да, генерал, вези, жри, сука. Ну, солдат наклонился, сожрал, блядь. Ну ладно, я тебе прощаю, блядь. Бери автомат, неси службу бодро, ничем не отвлекайся. Генерал развернулся и пошел. Слышит окрик с часовола. Тай, генерал, стойте. Что, сынок? Да и дайте, ты что, блядь. Я же генерал, блядь. Да и дайте, я не шучу. Хуяк дослал, патрон, патроник. Я вас убью. Солдат, я же генерал. Да и дайте, тай, генерал, я не шучу. Генерал посмотрел на круги, никого нет, наклонился, значит, рекортистал на игну. Вытерся платочком, ну, думай, пидорас, я тебя на следующий год отомщу. На следующий год приезжает воин, скучает, блядь. Страивает смотр, блядь. Опрос, блядь, офицеров, прапорщиков к солдату подходят. Блядь. Товарищ солдат, мне ваше лицо знакомо. Где я вас видел? Так точно, таль, генерал, в том году вместе завтракали.